дорогие я хочу передать вам очень важную информацию от чего у верующих драгоценные у верующих множество бед множество проблем множество без выходных разных ситуаций друзья я сейчас хочу это очень важная очень ценная информация если вы хотите быть свободному принять иметь совершенную и полную жертвы иисуса христа в своей жизни за что страдал иисус если вы хотите это иметь друзья вам нужно знать например от недостатка знания гибнет народ мой я уже передала первую тему о непрощении друзья опять напомню что у верующих христиан даже у пастырей даже у всю жизнь кто верующий есть 8 грехов которые разрушают жизнь можно сказать и ваших детей и внуков потомство вашего потому что у верующих этих 8 грехов и они не только разрушает жизнь они вас мучат они вам препятствуют это камень преткновения это они препятствуют вам к полной свободе к полному благословению и благодати божией принимать благодать божию иметь совершенную жертву иисуса христа в наших жизнях друзья дорогие многие верующие не знают не верят что у них есть эти 8 грехов я опять быстренько напомню первый самый большой грех в христианстве это не прощение и я уже сказала слово божье на эту тему не прощение непрощение к людям непрощение к себе непрощение к богу обида гордость это сюда входит друзья вы знаете что обида это гордость обиделся они друзья не нужно обижаться даже на бога не нужно обижаться драгоценные если у нас с вами какая-то ситуация безвыходная и мы постимся и молимся и ничего не меняется и бог не отвечает друзья значит это не божья воля если на вашу ситуацию бог не отвечает значит нету в этом божьей воли значит бог вам говорит а вы не слышите значит у бога есть другая друг воля другой ответ на вашу ситуацию вы должны это услышать потому что на вашу ситуацию есть другой ответ у бога уже я яснее не могу сказать второй грех у верующих это отверженность низкая самооценка и отверженность она исходит от того что многие в жизни не было желанным ребенком поэтому дух отверженности в вас вошел если вы не были желанным ребенком сатана имеет право на вашу жизнь друзья были ли вы желанным ребенком признаете ли вы себя нужным в семье в обществе уверены ли вы что вас любят принимаете ли вы себя таким какой вы есть нравится ли вам ваша внешность считаете ли вы себя полноценным друзья от этого и отверженность а мы творение божие друзья кто-то красивый лицом и и стану а кто-то нет друзья это бог создал это не значит если человек красивый значит он счастлив а если вы не красивый вы красивые в глазах бога друзья у бога нету некрасивых все красивые в глазах бога а этот мир это гордость это мирское смотреть на лицо на лицеприятным некрасивый некрасивая некрасивых нету бога все красивые самое главное представляете бывает такое что некрасивый человек или женщина или мужчина девушка или парень вроде бы некрасивый а пообщайся с ним а он такой красивый и внутри добрый у него там вообще жемчужина внутри красота изнутри человек светится от этой внутренней красоты и поэтому он красивый а есть красивый видом человек парень или девушка мужчина или женщина а он такой злой или она гордая гордый противный напыщенный вообще нету ничего божьего внутри нету ничего духовного и этот человек который считает себя красивыми который он на вид красивый или красивая они вообще очень через свой характер через свою внутренность гадкие поэтому не нужно так считать не нужно смотреть глазами нужно смотреть божьими глазами это непрощение отверженность и третий грех у людей верующих проклятия наследственное проклятие проклятие за собственные грехи наведенные или наложенные проклятия друзья когда мы приходим к врачу врач просит записать наследственные болезни это и есть вам наследственное проклятие друзья кто хочет знать местописание я уже говорила под номером один все местописания возвращайтесь в номер один и там все местописания это проклятия такие бывают и поэтому от них множество проблем человек считает себя неполноценным это влияет на душевное и эмоциональное крушение это часто повторяющиеся хронические заболевания бесплодие разрушение взаимоотношений в семье нищета какие-то постоянные случайности это попытки самоубийства проклятия судьбы в различных формах в различных сферах жизни друзья этого и четвертый грех демонические зависимости демонические зависимости туда входит дух страха боязнь людей боясь заболеть страх темноты страх водить машину любой страх оставаться в одному в комнате боясь животных животных страх перед неудачами страх перед обстоятельства боясь потерять работу боясь жениться ведь и замуж страх сойти с ума друзья и пятый грех в людей верующих настоящих верующих и ненастоящих это лыжа религия лыжа религия принимает к водное крещение когда на тебя брызгают водой а все писание весь новый завет говорит как принимал водное крещение сам иисус он пришел нам в пример показать он не пошел православную церкви где батюшка на него побрызгал водой иисус принимал крещение в реке иордан иоанн креститель преподавал крещение в реке иордан друзья нам новый завет пишет чтобы правильное водное крещение в реке погружение полностью в воду это преобраз мы умираем для себя воскрешаем для бога вот это лыжа религия лицемерия мнение людей законничество обряды традиции поклонения иконам святым почитание формы богу более нежели самого бога лыжа религия это свидетели его вы также масоны мормоны буддисты иудисты иудизм ислам new age и далее 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 много всего 5 5 грех друзья эти все грехи неудачи и болезни нас и наших деток детях 6 грех участие в оккультизме кто ходил к бабкам шептухам кто ходил к экстрасенсам предсказания астрологии автоматические письмена поклонение сатане вызывания мертвых вызывания гномиков гипноз белая черная магия всякие экстрасенты всякие бабушки шептухи всякие предсказания всякие сно как и ванга и другие 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 друзья если мы так сейчас 7 грех если вы ходили к гадалкам цыганам к экстрасенсам бабкам шептухам это повлияло на вашу жизнь я скажу что нужно делать и 7 грех дух рабства дух рабства дух рабства а вы знаете друзья написано что когда человек освобождается и начинает грешить про то есть продолжает грешить как написано вымета я свинья возвращается на свою блевотину до вымета что это значит человек познал бога познал истину покаялся и возвратился на свою блевотину это в свои грехи и с ним бывает хуже прежнего дух рабства это когда написано что потом в него входит тот без который в нем жил до этого и берет с собой семь злейших друзья дух рабства это без со своими семи злейщими друзьями это алкоголь сигареты наркотики телевизор компьютерные игры видео игры еда переедание сон пересыпание работа многие работают работают на множество работах и нету время на семью на детей на воспитание нету время для церкви деньги 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 надежда и упования на деньги постоянная усталость и многое другое дух рабства друзья всем грехов которые в христианах у многих верующих и люди не знаю что у них есть эти грехи повторюсь я быстренько я объясняла на каждый грех а теперь не буду объяснять непрощение и обида номер один отверженность низкая самооценка номер два различного рода проклятие наследственное проклятие 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 за собственные грехи наведенные или наложенное проклятие номер три дух демонические зависимости номер четыре я объясняла вначале и номер пять лжерелигия православные баптисты и губисты до пятидесятники учат друг друга доказывают друг другу кто прав кто виноват лжерелигия я уже сказала что это значит потом участие в оккультизме это цыганки бабушки разные шептухи предсказания которые не верят в бога не верить иисуса христа не служит богу как ванга как другие многие как цыганки правду вам говорят или поверили это сатана вас обманул в оккультизме седьмой грех это дух рабство я уже объяснила что это значит опять назвала это грехи которые во многих христианах которые христиане не знают что это грехи и мучат ну поэтому они мучаются друзья если вы не освободитесь от этих грехов вам бог не может помочь сам бог вам не придет и насильно вас бог не даст вам как больнице наркоз и вырезает вам все бог не будет этого делать насильно у вас вам давать вводить вас в наркоз и вычищать из вас этих 7 грехов и к ним и с этими седьмых грехами множество есть бесов приклеенных когда приходит главный бес и приводит с собой 7 злеящих а каждый этот грех 7 грехов это 7 главенствующих бесов с которыми живут множество бесов еще они одни не живут это ваши множество ситуации неразрешенных вы поститесь и молитесь а бог не может вам помочь дорогие друзья потому что мы вы должны освободиться от этих 7 грехах нужно освободиться обязательно друзья обязательно мы должны выбрать мы хотим быть благословенными мы хотим чтобы бог отвечал на наши молитвы хотим ли мы чтобы когда мы участвуем в воспоминании вечерей господней чтобы это работало потому что написано что многие из вас болеют и немало умирают верующие которые участвуют воспоминания многие болеют и немало умирают потому что они не осознали они живут с грехами с этими что я назвала это главенствующие бесы это главенствующие 7 грехов а снимек с каждым бесом скажем этим главенствующим бесом грехом которых я назвала с каждым живут множество бесов множество они они сам один не живет без немного с ним всем злейших живет представьте друзья иметь потом в общем господь почему у меня развод почему у меня дети в тюрьме почему у меня болезнь почему ты меня не слышишь почему ты мне не отвечаешь потому почему у меня там ситуация почему у меня здесь ситуация почему у меня то и все и ты мне не отвечает значит тебя там нету, значит ты меня не любишь, значит я проклята или проклятый и ты Бог плохой, и верующий плохие друзья, так не работает мы должны вникать в себя и в учение, заниматься всем постоянно, как написано и мы должны освободиться от всех этих грехов, мы не можем идти ногом ногу с грехами с похотями с противниками, с врагами божьими, всем этих грехов, а с ними бесенята, другие и мы становимся враги Богу поэтому Бог нас не слышит и поэтому мы на Него робщи, мы обижаемся и мы, и наши семьи, и наши дети мучаются и ничего не получается и вы ничего не понимаете и у вас ничего не получается потому что мы должны освободиться от всех этих всем бесов всем главенствующих бесов всем этих грехов они это я говорю за те грехи, которые у верующих друзья дорогие Писание не лжет мы должны принять совершенную жертву полноту все принять за что страдал Иисус поэтому мы должны быть свободны жить в Боге в свободе друзья дорогие Иисус понес все наши немощи и болезни на кресте Он принес нам выход во всем Он отвечает и слышит нас только мы Его не слышим и не живем по уставам и порядкам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите обижающим вас молитесь за всех за них освобождаемся от всех грехов этих и многие верующие не понимают что болезни это бесы ситуации это бесы всякие всякое горе и беда это бесы в нас все эти семь грехов которых я назвала обида непрощения депрессия низкая самооценка отверженность вызывает обиду на Бога это заблуждение лжерелигия это враги Богу лжерелигия нужно исполнять новый завет водное крещение принимать как новый завет пишет а не на вас патюшка покапал побрызал в новом завете нету такого сам Иисус написано как он принимал водное крещение не должно быть идола в нашей лжерелигии мы должны изучать новый завет и так служить Богу как новый завет нам пишет драгоценные я также пережила множество этих проблем я 10 раз проходила такие служения вот все эти 7 большущих грехов главенствующих этих бесов и к ним множество бесенят я 10 раз проходила такие служения освобождалась потому что на каждый этот на каждый этот грех 7 грехов на каждый грех была преподана преподаны проповеди псалмы особенно по этой теме и по каждой этой теме отдельно над нами служителя молились я проходила 10 раз такие выездные служения на трое суток мы там не нам там готовили люди служили и мы не готовили себе кушать мы там в гостинице спали это на дачах в лесу без телефона без кухни без семьи и мы работали трое суток над собой нам служили служителя я такие служения проходила 10 раз друзья я поняла потому что наш разум должен преобразиться мы должны напитаться как губка напитывает себя в воду поэтому наш разум должен напитаться правильным понятием смыслом слова Божьего должна быть перестройка тут в разуме преображение разума к познанию истины это очень тяжело самому понять друзья потому множество проблем у верующих множество нужд от недостатка знания гибнет народ мой плачет Бог мне очень жалко людей я как бы я хотела чтобы все люди прошли такое освобождение познание истины как я прошла и помогали своим своей семье окружающим и сами освободились сами познали истину чтобы каждый разум преобразился к познанию истины дорогие нужно трудиться на собой вникай в себя и в учение занимайся всем постоянно дорогие друзья я смотрю многие каналы где тысячи подписчиков потому что там идут новости мирские что происходит в мире что вообще нам не нужны нам что нам нужно освобождаться чтобы быть свободными никого не судить всех любить набираться этой силой наполняться одеваться в брачные одежды запасаться маслом вот что нам нужно нам не нужно знать никакие пандемию ничего о коронавирусе кто принял вакцину кто нет мы должны быть в Боге чтобы слышать голос Божий мы должны освободиться от этих всех 7 грехов мы должны освободиться от этого всего друзья мы должны искать на интернете есть полно таких служений где помогают освобождаться я советую всем даже сейчас трудновато потому что сейчас карантины много друзья но есть на интернете энкаунтер Андрея Шаповалова драгоценный энкаунтер Виктора Виктор и Ольга Музычук это то что я проходила 10 раз друзья очень важно друзья подумайте над этим над всем что я сейчас сказала в этих 25 минутах потому что с этими грехами это запинающий грех нас с Богом поэтому множество проблем и поэтому нам кажется что Богу нам до нас все равно если мы должны освободиться от всех грехов запинающих этих грехов между нами с Богом только тогда будет Бог нас слышать и нам не будет казаться что Бог нас не слышит друзья дорогие тогда только у нас будет свобода и в наших детях и в наших внуках в наших семьях и домах когда мы сами обратимся к свету и пойдем двумя ногами по пути света а не одной ногой мы в грехах а одной ногой хоть думаем что Бог нас благословит друзья Бог ничего нет написано общего света с тьмою Бог не дружит с грехами с бесами если мы хотим быть благословенными да я не говорю о процветании физическом праведники и пророки тоже страдали друзья но лучше страдать за веру в Бога чем страдать в собственных грехах и проклятиях лучше быть чистыми святыми познавать Господа и быть гонимыми за веру в Бога быть гонимыми за то за святость за то твои дети и ты и твой род свободны в Боге свободны в истине страдать не страшно за Христа а страдать страшно когда ты мучим терзаем болезнями проблемами зависимыми грехами ты и твои дети друзья дорогие пусть Бог благословит всех вас пусть откроется ваш разум к познанию истины Божьей друзья всем желаю пройти эту школу освобождения познания истины Божьей всех благословляю преображением разума к познанию истины не ленитесь друзья не ленитесь изучать писание освобождаться познавать Господа во имя Иисуса Христа написано приходим к престолу благодати во имя Иисуса Христа мы имеем дерзновение приходить к престолу благодати для благовременной помощи написано друзья пусть Бог откроет в каждого разум потрудиться над собой пусть каждый пусть ваш разум преобразится к познанию истины Божьей другого пути нету всех благословляю именем Иисуса Христа к преображению разума к познанию истины Аминь